Девушки отдыхают Второй и третий эпизод Захотелось поиграть Попроходить, узнать что дальше А остальные вроде как два эпизода Их планируют пять Мы посмотрим что будет дальше Присаживайтесь поудобнее Ставьте чайочек, кофеечек С вами Казуко Фэмили И наверное приглашайте друзей Ставьте лайки, не забывайте про колокольчик А мы погнали В принципе Вот Тут мы видим что нам надо Пошаманить с теликом Будет ссылка на Демку И получается в демке У нас был выбор Нам можно было Ставить кассету, стереть кассету Но нам не показали по моему Подробности Вот В принципе Ага Роботек Да, тут у нас Был выбор Либо Ставить по моему Кассету Давайте искать Кассету Просто там по моему Ничего Особенного не будет Ну да, реально Те штуки Из киндер Сурприза Что? А, он уже Выточил Да, кассету Ты не смотришь без меня? А, она уже вроде подошла Сгущенка И Нет, садись Мама с папой Опять ругаются У них сейчас Период такой Глупый какой-то период Может и нам родители Собачку купят О, реально там На экране Что-то показывает Как же В небыляндии У меня будет Своя собственная Собака И кошка И попугайчик А, не бутерброд Со сгущенкой Едет А у тебя Все молочные Зубы выпали Конечно У Питера Пэна Зубы молочные Вдруг Со взрослыми Зубами Тебя не пустят В его страну Не верят В это Мы что-нибудь Обязательно Придумаем Попросим Папу Исправить тебе Возраст В паспорте С чего Это папа Будет документы Подделывать Будет-будет Мама говорила Что он так делал А я подслушала Смотри Муши вырастут Как у Дамба Понятно Они мультик смотрят Тоша Скорей Штору задерни Зачем Никто же на тебя Не смотрит Уже темно А когда темнеет Прилетает сова Я Я боюсь Так Ну окей Закрыли Тоша Мама думает Что я напридумывала Про сову И папа считает Что раз я маленькая Это значит вружка А сова есть Вот честная Пречестная Есть она Ты же мне веришь Что она Там Каждую ночь Прилетает Энни Я тебе верю Слышишь Ты только родителям Больше не рассказывай Про сову У них и так Хлопот по горло Они только рассердятся Ну да Ты мне говори Если что случится И в окно не смотри Но она хочет Чтобы я смотрела Перехочет Притворись Что ее нет И не было никогда Что она выдумка Как родители говорят Ей ждать надоест Она улетит Так Это наверное Заканчивается Первый эпизод Да А не Первый эпизод Вроде как Еще продолжается Второй Вроде не наступил Так Так Довольно Какого Завтра Первый день В школе А ну да Типа У них каникулы Закончились Ложись Тебе надо Выспаться Не хочешь же ты Чтобы тебя все Дразнили Соней Точно Второй сезон Про школу Потому что Первый Типа Дома Да 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 Я вспомнил Первый Все с дому Связан Эпизод Че Флейту А ну вот и сон Да Ну да Эпизод 2 Время Поиграть Че Серьезно Я ладно Эпизод 2 Холодным чаем А раннее зимнее утро Ох как там темно Зимой то Черная туча Серьезно 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 Ага Мертвые не отвечают живым Ну да Вот и флэшбеки. Ха. И кто там? Есть здесь кто? На мост. Такс. Ага, вот у них как деревня выглядит. Ого. Нифига себе. Чего крадёшься? Душу мою украсть хочешь? Хм. Да, кстати, я так понимаю, что они маски носят, и они волки. Люди это люди, а вот эти в масках это, видимо, те дикие звери. Чего молчишь, несмышлёныш? Язык вырвали? Слушай. А я тебе ещё и нос откушу. Будешь знать, как совать его в чужие дела. Ну мы видели, вроде как ты жрала. Маска, ну да. А я просто в школу иду, а тут ты. Что я? Никогда не видел, как лиса собаку кормит. А, я думал, она её ела. Извини, я не хотел. Ха. Значит, не хотел. Ну-ну. Как тебя зовут? Меня, Антон. А тебя? А меня нет. Ого. Ты здесь живёшь? В посёлке? Хм. Нет, глупый. Лисы не живут в посёлках. Угу. Хочешь сказать, ты живёшь в лесу? Из какой нары ты вылез? Конечно! Лисам среди людей не выжить. Пока они лисы. Зачем ты так вырядилась с утра пораньше? На утренник идёшь? Видел бы ты свою маску, сладенький? Да, он вроде без маски. Ничего. Скоро проснутся настоящие зверь. Ха. Спроси-ка лучше у них, где они взяли свои человеческие лица. Угу. Во как. Так ты в школу идёшь? Ох, ну какой же дурачок! Так ничего и не понял! Хм. А ты чего обзываешься? Не хочешь отвечать? Пожалуйста. Никто не требует. Хм. Ой, да не дуйся! Гляди-ка лучше! Ты нравишься жульке! О, жульке! И не только ей! Не, ей с меня не надо, спасибо! А кому ещё я нравлюсь? Эй, ты знаешь что-нибудь про Вову? Ну да, исчез. В ночь, когда пропал Вова, я, кажется, видел, как кто-то похожий на тебя плясал под моим окном. Хм. А что? Ты тогда испугался? За себя или кого-то ещё? Ну так слушай меня внимательно, мальчик по имени Антон. Ну? Это большой и страшный лес. Ага. И я не единственный его обитатель. Другие звери уже знают о тебе. Оу. Берегись нас. Этой ночью мы опять придём. Пока ты со своей семьёй будешь спать, подкрадёмся близко-близко и станцуем... Макарену. Хм. Чё? Эй, Макарена! У тебя прямо челюсть отвисла Антоша! Хм. Видел он меня ночью у своего окна. Ага. Как же! А ты, случаем, не местный дурачок? Нет? Хм. Меня не отпускают гулять так поздно. Здесь, знаешь ли, дети пропадают. Хм. Ой, да нетеребитые окуляры свои. Я раньше тоже близорукой была. Лучше послушай меня. Может быть, ума наберёшься. Лисичку как обычно называют? П-плутовка? О-о-о-о-о! О-о-ох ты ж! Да как ты меня? Ой, прости. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Да шучу я! Конечно, плутовкой. Если ты, ловкий и смелый, не боишься с плутовкой водиться, я, так и быть, помогу разыскать этого Вову. Ты же неспроста его ищешь, да? Знаю, почему дети повадились соваться в наш лес. Порой там можно найти много всякого интересного. Я вот однажды нашла целый сугроб конфет и купалась в нем. Да так что челюсть слиплась. Посмотрите-ка, какой недоверчивый. Ну-ну, а что ты на это скажешь? Ого. Угощайся! У меня их полные карманы. А... Блин. Во как. Вот и выбор получается, да? Леса хитрая, конечно Блин, ну тоже Даже не знаю Взять В смысле? Это же... Это... Теперь понял, что можно найти в лесу Только на твоем месте Я бы туда в одиночку не ходила Тебе вон от жвачки Взобу дыханье сперла А представляешь, что с тобой будет Если найдешь чемодан таких фантиков Голову напрочь снесет И пиши пропало Хм... Ну да, если сам... Господи, сорвать маску Мне кажется, тоже ничего хорошего не будет Может, Вова тоже нашел сугроб сладостей И теперь кувыркается в нем? Слушай Вдруг он решил остаться в лесу Тогда, наверное, ему очень холодно в одной варежке Или с ним что-то случилось в пути Что-то страшное Ну, естественно Дикие звери? Это, по-твоему, страшно? Ну, не знаю Не знаю Уж не с двоечником ли я подружилась? Я хорошист Хм... Белда-фушист Пойдешь со мной? Хорошист Антон Найдем твоего Вову И сам его спросишь Что он нашел в этой пуще Ведь пока мы вместе Никто тебя в лесу не тронет Вот увидишь Ну да, хрен его знает Какая обида Так Не обижайся, пожалуйста Лисы бывают и добрыми Ну, как в сказках Мне бы только понять, что ты за лиса Тогда пойдем со мной в лес И ты все обо мило знаешь Но не сейчас А когда рассветет А то тебя бедного всего аж потрехивает Ага Да, выгляди-ка, Андрашка, хватит Ай да Провожу тебя до школы Ну, если тебе по пути Ага Ага Так как тебя зовут? Ааа, ну конечно Имена, имена, имена Людям непременно надо вешать ярлыки на все подряд Ну и как бы ты назвал такую лесу, как я? Даже не знаю Но я читал про лесу по имени Алиса А что? Я не против Пусть будет Алиса Ха После уроков жду тебя на заднем дворе Ага Возле повешенного Возле кого? Ага Не опаздывай Повешенного какого-то Я после школы сразу домой Эх, Антоша, Антоша Это я тебя так просто отпустила Другие же незаметно подкрадутся со своими улыбочками И вцепятся Клеща меня оторвешь Попомни мои слова Ха Что там? Ха Войти Окей Ага Пропал ребенок 10 лет Пятого января примерно в 4 ушел из дома и не вернулся В последний раз замечен на мосту через реку Ольшанку Был одет в оранжевую куртку с капюшоном Вязаную черную шапку Шарпы Серые варежки С зелеными полосами При себе мог иметь пластмассовый автомат Особые приметы Рос метр сорок Худачавого телосложения Волосы русые Глаза зеленые Всем кто может сообщить О местах нахождения Вовы Просьба Ммм Для медведя Для лисы Зайчик кушать Принеси Ага Екатерина, возьми, пожалуйста Топай речи, мудила Топай речи, мудила Зайчик кушать Во как Так, а дальше че? Я новенький Мне вот сказали К вам подойти Хм А фамилия-то как? Петров Громче говори Чего мямлишь? Петров Нет такого Ты не ошибся? Нет такого в списке Мне сказали 204 кабинет Лилия Павловна 6-й В Что за бардак? Понаберут студентов Только знают, что губяки свои малевать А я разгребай, значит А бумаги-то кто заполнять будет? Не первый раз ведь уже Подожди здесь Сейчас Сейчас я им устрою Доску вытри Эй, очкарик Ты че, не только слепой, но еще и глухой? Доску вытри, говорю Ну что мне с тобой делать-то? Куда сажать, а? Давай-ка сядь, наверное, с Семеном Он все равно один Еще чего? Ты опять за старая? Снова бабушку в школу вызывать? А че она мне сделает? Не она, так я тебе сделал Рюкзак убрал быстро Ага Я... Я могу за последнюю парту сесть Там, кажется, свободно Ладно Садись пока туда А с тобой, Бабурин Мы еще поговорим Чтобы подошел после уроков Будешь по классу дежурить, ясно? Так Вот и хорошо Начнем урок Тема Традиции русской и мировой литературы В рассказе Зощенко Не надо врать Ой! Прости, ты в порядке? Нет, ну вы посмотрите на него Облапал меня прямо у всех на глазах Я сейчас все маме расскажу Тебя из школы выгонят, извращенец Ты не офигела, девка? Я нечаянно Меня толкнули Все видели Слепых среди нас нет Толкнули? Че, правда? Вот гады Они оба Вот так, да? И че ты сделаешь? Да без проблем Слушай, ты Давай, давай Продолжай, очкарик Че, примолк-то? Нам всем очень Если еще хоть раз меня тронешь Интересно, он реально даст отпор Так На тронул И че Еще хоть раз Транул А вот еще И еще И еще И еще Че ты мне сделаешь, мямля? Лилия Пауна Лилия Пауна Петров Бабурина ударил Тебе Пиздец Вот ты наглый тип, конечно Воу Вот значит, что будет, да? В этой Привет Че? Кто там? Это кто? Кто? Прикольно Так Такс 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 Здравствуй Здравствуй Круто ты ему врезал Это вышло случайно Почти Угу Вроде Семен Вроде Семен раньше таким не был Он к нам недавно перевелся Угу Бабушка мне его по секрету сказала, что он словно взбесился Семена даже старшеклассники побаиваются Представляешь? А ты вот молодец Не струсил? А ты за рекой живешь? В том деревянном доме? Ну да Хм Там, наверное, страшно Да еще через лес идти Я бы так не смогла Ага Да не так уж там вот страшно А что тебя так пугает? Да так Ничего Меня, кстати, Полина зовут Ага А меня Антон Ну, это я знаю Слушай, Антон А что ты делаешь после школы? Ничего такого Че? Не понял в смысле А-а-а А-а-а У меня сейчас занятие Скрипка А потом я свободна Дедушка мне репетитора нанял Наш учитель музыки Он же скрипач А здесь, в поселке, ему некому преподавать Только мы Тут говорят, что у нас в поселке Маньяк завелся Раньше со школы Меня всегда дедушка забирал Но в последнее время Ему не здоровится Угу Ты не подумай, я не трусишка Просто Просто мне кажется, что с тобой будет безопаснее Антон Ты сможешь проводить меня до дома? Блин Опять выбах Ну серьезно Йопарасэте Сегодня вряд ли получится Ты же знаешь Семен, скорее всего, караулит на школьном дворе Лучше мне с ним разобраться лично По-мужски Хм Глупости какие Думаешь, этот дикарь будет честно драться? Со своими дружками набросятся всем скопом Опомниться даже не дадут Но если мы пойдем вместе Это их ошарашит Я же не только первая скрипка на деревне Я ведь еще и девочка Слышала от знакомого хулигана Что он никогда не нападает на кого-то В присутствии девушки О как Представляешь? У них кодекс чести такой Ой, мне на музыку пар Ага А ты играешь на чем-нибудь? Увы, не играю Жалко Ну ладно Пока Давай Давай Что это такое? Словарь Алиса и Полина? 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 Как же он прикольно это сказал, грёбанный в рот. Родители, как скучно. Да не будь ты таким занудой. Давай чуть-чуть поиграем. Всё равно тебе дома тоскливо. А ты откуда знаешь? Тоже мне тайна. Со взрослыми да в четырёх стенах тоска смертная. Всегда. У меня от стены взрослых нервный тик. Вот. Ну же Тоша, решайся. Я же вижу, ты хочешь поиграть. Если победишь... Если победишь, буду твоим провожатым. Поверь, мне есть что тебе делать. Показать. Найдём твоего Вову. А если проиграю? Душу из тебя выцарапаю, неженка. Давай скорей. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Медведь Ха-ха-ха! 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 Молюсь, жалься! Ха-ха-ха! Умираю! Да всё-всё! Живи! Спасибо, добрый рыцарь! Живи-живи! Научил бы меня жить, раз умный такой! Молчи! Ты умерла уже! Тоже мне помеха! Давай сыграем в кое-что поинтереснее! Раз, два! Прилети, сова! Три, четыре, пять! Время поиграть! Шесть, да, шесть! Дыбом волчья шерсть! Семь! Восемь! Бьём копытом оземь! Ха-ха-ха-ха! А я тебя недооценил! Думала, ты просто мальчик! А ты зайчик! Ага! То есть, получается, зайчик это он, да? Вот смысл новеллы какой, да? Нифига себе прикол! Шустренький! Хорошенький! Ха-ха-ха! Я тебе дам, зайчик! Дай мне зайчика! Дай! Зайчик, выходи скорей! Мясом накорми зверей! Ой, всё-всё-всё! Ты победил! Ха-ха-ха! Пожалуйста, давай немного отдохнём! Ты слишком быстрый! Слишком сильный! Лакомый слишком! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ага! Бедный зайчик прыгает! После мокрых сосен Страшно в лапы волку Серому попасть Думает о лете Прижимает уши На небо коситься! Небо не видать! В... ... Усё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-дымом时 В... Тоша! Да, Оленька. Тоша, а куда? Куда так скачешь, чмошник? Ну, здорово, Антошка! Ага. Хе-хе, не вышло сдрыснуть, да? А, очкарик вопифарик, на. Хе-хе-хе. Алиса! Где Алиса? Что вы с ней сделали? Какая еще Алиса? Хе-хе. У тебя че, кукуха поехала? Не ссы, ща в миг вылечим. Ну как, полегчало? Хе-хе. Ага. Глядеть-ка, пацаны, а здесь он не такой борзый, как в школе. Ага, вылитый терпел, она. Ты, сука, приезжая, не на того руку поднял. Ага, что у него за кольцо интересное? Слышь, гондон, батькович, это что ли твоя Алиса? Ой, ты, батюшки. Алиса, ко мне, сучка блохастая. Алиса, ко мне, сучка блохастая. Алиса, ко мне. Иди сюда. Иди, иди, и дам кое-чего. Зря вы это сделали, зря Робка, она ж больше срать не сможет Давай теперь я, второй раз, им оно минус на минус даст плюс Чего ты, баран, втолкуй его на очкарику, где его место Только так, чтобы он понял Ага, за ним кофяк на Этот очкарик тебе при всем классе всек Да без б Ща, парашник, я тебе этой печаткой так заряжу Клейма на всю жизнь останется Стой! Беша! Подсобей! Ого! Слыхали, как заныл? А ты случи мне педик Че молчишь, Антошка? Отвечай, ты педик Твари! Знаете, что мой... Мой отец Тотопедик Он акидо занимался Поняли? Он еще воевал Таких, как вы, с закрытыми глазами убивает Я только слово скажу Он Воевал, говоришь Мой батя тоже воевал В Афгане Ага А твой? И мой Да, и в каких войсках, интересно? Да он фуфло гонит, Ромка Бля, Будуна Думал, меня так просто развести? Я тебя, сучонка, насквозь вижу Ты сам себе приговор подписал В школе тебя училка спасла Ну, а теперь все Хама тебе Во-во Давай, Антошка Молись, чтобы твой труп по весне нашли бы Сидел бы ниже травы, был бы целочком Жирного стукнул, одно дело Но про Афган пиздеть, где мой батя под пулями Долг интернациональный В дождь и моргу, блять Сема Ушатай-ка его Хера ты, Майк Тайсона Манатки, Антошка Махаться мешает Слышь, фрей, расслабься, а то больно будет Ты от нас что-то скрываешь, да? Хм... У меня в школе какая-то крыса сменку подрезала Ща поглядим, может это был... Опачки! Так-так, а что это у нас здесь? Новый год уже прошел, мудила Или ты реально поехавший Это не мое! Да как не твое, э? В твоем портфеле лизала на... А знаешь что? Надевай Зачем? Надевай, говорю Попрыгаешь перед нами Зайчик Давай, давай! Или без станов Домой пойдешь, на! Не надену! Сема Надень-ка на него Хе-хе-хе Только учти, Сема Если он скакать не станет Ты сам за него поскачешь Этот чмошник и не станет Да поглядя на него, он же дурик конченый Этот дурик тебе уже раз в жбан зарядил Ромка прав! Давай, толстый! Восстанавливай авторитетно! Или сам у нас запрыгаешь так, что Тетяндра отцепится! Хм... Вот Это чтобы маска хорошо налезла Надевай, Бэра! Атурую! Так, у нас еще выбор, значит, есть Так, одеть! А что будет одеть? Он, типа, в зайца превратится? Ну, это, конечно, Маловероятно Блин, мне интересно А маска реально, типа, это? Блин, ну если Алиса ее подбросила Чтобы, типа Нас спасти Давайте попробуем одеть Вот оно Мое спасение Мое спасение Чего? Пацаны! Что это с ним? Он превращается! Но можно если за эту, за собаку отомстить. Он превращается! Твою мать! Он превращается в конченого мудака! Ну и дебил же, тутошек! Вот это был ноль! Думал, он на четвереньке встанет и сгрызет нас всех! Как морковку! Не, ну вы видели на... Видели? Это считается, что он попрыгал! Это даже лучше! Ну и дурик! Да тебе в психбольнице место! В психбольнице для животных, на! Отдай очки! Я домой не дойду! Чушь! Знаешь, какой у зайцев нюх! По запаху доберешься, не сэ! Прыг-склок! Прыг-склок! Кролики очки не носят! А теперь валя отсюда! Даун! Прыг-склок! Прыг-склок! Си! Так, я не поняла. Антон, а где очки? Потерял? Да, ну, мам... И как можно быть таким рассеянным? Ты думаешь, я деньги печатаю? Как же? Будешь до следующего года в старых очках ходить. А я лису увидела! То сова, то лица. Когда же тебе надоест? Правда, правда! Такая пушистая! Она у забора стояла на задних лапах, совсем как человек. Она меня позвала, а тут мама вышла и лиса убежала. Не было там лису. Угу. Я возьму. Не подходи к ней! Ты чего, Тоша? Не подходи, слышишь? Ну, лиса ведь укусить может. Это ж была не настоящая лиса. Расскажи ей, Оль. Она на двух ногах ходила, а еще была в платье одета. Угу. Только она была в заправду. Видишь? Еще раз увидишь ее. Беги! Так-с. Так-с. Рисование. И на этом, что ли, типа, закончится глава? Или нет? Так-с. Да-да-да. С. антон ты что оглох я я задумался тебя спрашивают и сестру не видел опять она где-то прячется оля я тебя вижу вылезай ты же в пыли все пойдем оль я тебе сказку почитаю посижу с тобой пока не уснешь что опять сова а кто же еще оль она не придет больше я ее прогнал не прогнал она придет она сказала что будет каждую ночь приходить о так она у тебя говорящая можно я с вами посплю можно самый последний раз ты же говорила что последний раз был вчера ольга ты уже большая девочка а пусть у меня ложится нет у тебя не хочу она и на тебя смотрит хватит нет никакой совы ты сегодня спишь у себя ясно пойдем милая не мешай брату пожалуйста 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 не хочу хватит на тебя смотрит Понятно. Эй, новенький, новенький. Чего тебе, Катя? Скажи, пожалуйста, а чего это тебя к нам перевели, а? Это всё из-за моих родителей. У папы тут новая работа, а мама... Да-да, конечно-конечно. Он нас тут совсем за дурачков держит. Я вот слыхала, что это всё из-за его отца. Он недавно кому-то крутому дорогу перешёл, и теперь они всей своей семейкой в нашем захолустье скрываются. Ясно. Неправда! Ты всё врёшь! А слышали? Слышали, как он бабурина просто так стукнул! Да, врёт и не краснеет, да? Так, подожди. Давайте выбор сделаем... Короче... Короче, да. Послать. Короче... Знаешь что, Семёна? Иди нахуй! Иди нахуй! Ты... 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 Ты труп! Ты труп! Ты труп! На меня смотри, падла! Ага... Ты... Труп! Скажи... Семёне... Заткнуться! Заткнись, свинья! Есть у меня подозрение, ты не просто так перевелся в новую школу. Сбежал, да? Как крыса сбежал. Потому что сверстники бывают жестокими, с теми, кто не такой, как они. С теми, кто толще их, например, слабее. И ты решил издеваться над другими, как издевались над тобой. Ты отыгрываешься за старые обиды. Хочешь казаться тем, кем не являешься. Но знаешь, ничего не меняется по щелчку пальца. Знаешь, кем ты был? Знаешь, кто ты есть? П... п... пацаны... Продолжай, Тоха. Знаешь, кем ты будешь всегда? Второе имя. Настоящее имя, которое дали тебе одноклассники. От... откуда... Ты... Свинья! Тихо. Тихо. Свои дороже. Ахан. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А ну вставай и скачи как зайчик Капец Только желательно подальше, а то от тебя уже дерьмом несет Идите вы все нахер А че на это скажешь, сука? Не по-пацански поступаешь, гнида А ну гони линзы назад Дерись по понятиям, на! Вы че-то творите? Ой, бля! На лоха позорного меня променяли Ой, ой, ой Да пошли вы в жопу! Тоже мне друзья! Завтра в школе тебя выцепим, хрюндель! Точно, точно! До базара ответишь, на! Горло тебе перережу, слышишь? Свинья! Мои очки! Блин! Гондон этот стащил Хм Зато мы ему всыпали от дустына! Завтра вот с таким фуфелом припрется от Витяева! Ну и дела Тоха, ты без очков хоть что-то видишь? Немного Угощайся Спортсмен, что ли? Ха А ты в глаза долбишься? Не видел, как он Семёна чётко вмазан? До базара ноль, морталкоматна! Тоха, у нас вроки борьба! Тогда уж и вон драго Курим одну на двоих, гони живу Тоха, чё я сказать хотела? Не держи зла, брат Мы тебя на вшивость проверяли А то очки эти А ещё и маска Меня, кстати, Ромкой зовут Угу Это вот Бяша Ты не очкой Со свиньёй мы лично пообщаемся Ага Пойду пока сумку соберу А то темнеет Субтитры создавал DimaTorzok 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 Готов, Том? Ладно, пацаны, мне пора уже. До свидания. С кедрами закорешиться решил. Мы здесь, вообще-то. Деревья хреновые, Кенты. Ты не ссы. Мы тебя до дома доведем, а то ты как слепой котенок. Вот это. Так здесь живьем и сгниешь. Ага. Вот даже как. Да. Вот так по... Поворот. А почему тебя Бяша зовут? Ты сейчас о чем? Ты серьезно про эту страшилку не знаешь? На черной-черной улице, в черной-черной подворотне, стоит черный-причерный гараж. И он знает о тебе все. Где ты живешь, что любишь, с кем дружишь. Наверняка слышал о пропавших детях. И все местные знают, кто здесь замешан. Даже взрослые. Вообще, везет тебе, ты вон в лесу, считай, живешь. Он к тебе так просто не сунется. Тупо сечет, что среди деревьев будет выделяться. А у нас эта хрень может где угодно поджидать. Иногда в конце переулка или возле дома. А еще, идешь такой себе ночью. И тут, раз, он стоит. Где совсем недавно пусто было. Дверь открыта. Внутри мрак. И тут, как? Ладно, ладно, проехали. Тоха, а вот скажи, на хрена вы-то сюда переехали? У отца тут новая работа. И мама в поселке раньше жила. Давно еще при Союзе. Здесь же нечего делать, только гнить. Ну, или как Вяша по лесам шастает. Он у нас турист. Летом целую неделю в палатке жил. Здесь, рядом. Прикинь? Хотя, от мамки его звезданутый, я бы сам в лес сбежал. Слышите? В лесу кто-то бродит по ходу. Высоченно. И при чем с нашей скоростью идет? Эй! Ого. Кто-нибудь видел? Пойдемте скорее, а то вечереет. А вы знали Вову Матюхина? Мальчика, который пропал недавно? А разве мы не его ищем, сладкий? Что ты здесь? А ведь я тебя потерял. Потерял. Потому что зазевался. И давно ты за нами идешь? Что значит давно? Я всегда была рядом. Да и за кем? За маме. Пойдем же. Мы собирались искать Вову. Это здесь. Здесь я слышу его запах. Может, Вова играет с нами в прятки? И он решил спрятаться внутри? Так, что, третьим сохранением, что ли, сохраниться? Можно и третьим. Зазвит coupled. Знаю. Наверное. Нет. Да... Нет. 2000 год. Нет. Нет. urofinamente. Продолжение следует... 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 Размывался, блин. Так. Смазка это понятно. В принципе. Перезаписать этим, что ли? Прекрати! Ты же знаешь, он первый начал! И будто этого мало. Хм. Ходят слухи, что он спутался с ворюгами из шайки Ромки Петтифана. Ой, девочки, сумки проверяйте. Того и гляди, в гардеробе вещи начнут пропадать. Будем знать. Это Петров с дружками постарался. Да-да-да. Смолчи! Заткнись! Ха-ха! Вон как раскричался-то, будто ужаленный! А зрачки-то, зрачки какие широкие! Опять чего доброго с катушек слетит и руки распускать начнет. Не зря же его мать с таблетками пичкает. Да-да. Он такой же ненормальный, как и его сестрица. Представляете, к этой сумасшедшей дурочке каждую ночь прилетает соба ростом с человека. Да-да. Только что-то ее никто из здоровых людей не видел. А этот наивный просток ей верит? Нет. Ну вы представляете? Это правда, Антон? Неужели действительно тебе не здоровится? Полина, послушай меня! Как же, как же! Не слушай этого болтуна, Полиночка. Ты еще не знаешь. Он тебя на другую променял. Не из нашей школы. На А-ли-су. Почему она, Антон? Почему? Убери от нее свои лапы, чудовище! Угу. То, что твой отец бьет мать, еще не дает тебе права поднимать руку на девушку! Ага! Слетел-таки! Слетел! Спасите! Помогите! Петро в скатушек слетел! Спасибо. Вот ты и показал свое животное нутро! Трус! Антон! Почему она? Нет! Чем она лучше меня? Ага! Он! Животное! Сюжак! Ну... 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 Антон! 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 Пожалуйста! Вставай! Субтитры сделал DimaTorzok Оля, я сейчас. Хочешь, я тебе мурзилку почитаю? Подожди. Антон, пожалуйста, пожалуйста. Да я понял. Посмотри. Оля, что там? Что ты слышишь? Ты хочешь, чтобы я открыл шторы? Нет, не надо. Там же сова. С кем? С кем ты разговаривал, братик? Я разговаривал с тобой. С тем, кто притворился тобой. Адон, пожалуйста, отойди мне ко мне. Отойди. Адон. Она пришла за нами. Ха. Уходи. Убирайся. Пошла прочь. Антон, Антон, подойди. Скажи ей, Антон. Скажи, что я больше не буду себя плохо вести. Никогда. Только пусть она уйдет. Пожалуйста. Не буду, не буду, не буду, не буду. Ха. Сова очки принесла? Вы почему не спите? Совсем сдурели? Жарко что ли? Не болели давно? Там сова была! Тоша ее прогнал! А ну-ка марш спать к себе в комнату! А с тобой? Завтра поговорим. Хм! Продолжение следует... 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 Я так понимаю, что вернётся в этот... В меню, да? Второй эпизод. Хм. Странно, я думал, что тут будет три эпизода. Хотя странно, писали, что три эпизода именно в этом. Не, ну, в принципе, если то, что мы очки вернули, в принципе, второй эпизод мне понравился. Вот. Второй эпизод. Давайте попробуем другой выбор посмотреть. Тот, который этот... Что будет, если мы... Выберем... Полинку. Алису не выберем, по какой пойдёт Полина она? Мне интересно. Какие будут отличия? Заскучал? Да нет, нет. Я... Я о комиксе своём думал. Хм. Ты комиксы рисуешь? Да, ну, то есть, планирую рисовать. Ага. И про что твой комикс? Про лесу. Ой, точнее, про говорящих животных, что живут в лесу и помогают заблудившимся детям вернуться домой. А потом они... Они пляшут в ночи. Ого! Как интересно! Сам придумал? Вдохновился, глядя в окно. Так. Значит, творческая личность. Я догадывалась, что ты не такой, как все. Особенный. Хм. Шутишь? Я... Я самый обыкновенный. Это Симеон обыкновенный. В смысле, обычный придурок. А в тебе живет мечта добрая и пушистая. Ай! Не бойся, это Жулька. Ха-ха. Да, прикольная собака. Брось ее! Да что, она же дикая! Клещей еще подцепишь. Нет, у нее хозяйка есть. Вроде. А у тебя никакой еды не завалялось? Кажется, что-то осталось. Покормим и пойдем, ладно? Угу. Какая привереда. Ешь все, давай. Ты чего? Ха-ха-ха. 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 Нечего паразитов плодить Они потом на людей кидаются Прошлой зимой такая стая чуть дедушку не загрызла Какой кошмар Ему с тех пор не здоровится Его парализовало Он больше никогда не сможет ходить Мне очень жаль Так, а вот этот, в принципе, скрин можно было бы сделать Блин Так, сейчас Тыкс Ничего Главное, что мы друг друга поняли Раз, два, три числа А что это за песенку малые поют? Уже второй раз за день ее слышу Про сову? Это считалочка местная Мне ее в детстве дедушка напевал Он интересуется историей края Много знает, как она наш фолькланд И что там за считалочка такая? Слушай Раз, два Прилети, сова Три, четыре, пять Время поиграть Шесть да шесть Дыбом волчья шерсть Семь, восемь Бьем копытом озим Для медведя, для лисы Зайчик кушать принеси У тебя красивый голос Спасибо И что же, это конец считалочки? Принес им заяц покушать или нет? Пойди, узнай Спросить не у кого Считалочка очень старая Древняя даже С ней легенда одна связана И если тебе интересно Конечно Тут в тайге раньше племена жили разные Дедушка говорит У них была такая инисе Исцениация Короче, такой ритуал Когда мальчику наступала пора Становиться мужчиной Юношу отводили в лес И он должен был Три ночи провести там охотясь По легенде Один такой юноша Ушел в тайгу И пропал А вернулся, когда его перестали искать Нагрянул в деревню Исцарапанный Грязный Замерзший Родные выбежали к нему А он упал на землю Привели шамана Тот осмотрел молодого охотника И помрачнел Сказал плохи дела До утра Юноша бился в судорогах И повторял Эту считалочку Снова и снова Раз Два Прилети, сова Будто ему в тайге Нашептали А к рассвету он умер Только вот шаман сказал Что он и так был мертв Что он мертвым Из лесу пришел И мертвыми губами Шептал считалочку Это точно не ужастик Фольклор бывает Пострашнее всякого кино Уж поверь Дедушка говорит Что племя То собралось спешно И ушло на юг Они были смелыми Если жили здесь Смелыми и глупыми Неужели надо мертвецу Явиться из лесу Чтобы до людей дошло Дошло что? Что нужно уезжать отсюда Есть целый мир А есть наш поселок Мир Поселок Я часто представляю Большие города Могу часами рассматривать Глобус Или журналы Вокруг света Из библиотеки Какие же там Прекрасные названия Только послушай Рейкьявик Тель-Авив Это же чистейшая музыка Я бы могла покорить сцену Выступать перед Тысячами зрителей А я сцены ужасно боюсь Так ты другим возьмешь Живописью У нас то есть будущее А что ждет того же Семена Ну станет он еще толще Ну Будет пирожками торговать Ага С собачатиной Если ему конечно доверят пирожки Наверное ты права Он их в один присест слопает Я так и думала Что вдвоем в лесу не страшно Угу Конечно Да Ты была права Так А в чем же отличие Вообще Не отставай Никогда в жизни Ты знаешь Ты так изъясняешься Как персонаж С приключенческой книжки Ну да Я люблю книги Ого Читающий мужчина Звучит интригующе Ты был там? Где? В чаще? Да нет В большом мире В городах С музыкальными названиями А разве Москва музыкальное название? Больше похоже на кваканье лягушки Ты был в Москве? Ну да В детстве И какая она? Ну Красивая Шумная Неоновая Неоновая А на Красной площади был? Конечно Она такая Выпуклая И в ЦУМе был И на ВДНХ Мне больше всего метро понравилось Там так пахнет Как? Не могу описать А нарисовать? Что, запах? Великие музыканты могут сыграть запах Не может быть Я дам тебе кассеты Я обязательно побываю в Москве А главное В Вене Вена Моя мечта Это же столица музыки Моцарт Бетховен Штраус Филармонический оркестр Государственная опера Вот как Я буду выступать А ты рисовать А ты куда хочешь попасть? В Диснейленд Добраться туда проще, чем нам кажется Каждый лепит свою судьбу как хочет А давай снеговика лепить? Давай С Да Прикольная деваха Первый готов Чего у тебя такой маленький шар, Антон? Максимум голова снеговичка Больше надо Не ленись Ты мечтал когда-нибудь очутиться на другой планете? И даже в другой вселенной Тогда ты понимаешь меня Ставить голову на место Мой конек У тебя морковка случайно не завалялась? Увы Антон, там кто-то есть Полинь Впереди темная сгорбленная фигура Видишь? И ручищами сосну гладит Там никого нет Оно спряталось За деревом Это что, шутка? Да не иди Ты гонишь Полина, здесь никого Ну здорово, Антошка Опачки Какая встреча Очкарик Запис Чего? Полинь Полинь, не бойся Полинь, ты чё, боец? Лучше за себя беспокойся Ну как? Страшно, мудилы Не трогайте его! Глядите-ка, пацаны Девчонка за него заступается Ага Ты клона Ты, сука, приезжая Не на того руку поднял Ну практически то же самое, что и... Слышь, гондон, батькович А это кто? Да у тебя тут гаремно Ой, ты бать, ко мне Иди сюда Иди Робка! Давай второй раз Чего ты? Толкуй его на оч Только так, чтобы он по... Ага Этот очкарик тебе при всём... Да без бэ Ща, порошник Стой! Рома! Пусть они прекратят! Прости, но пацанам надо по-мужски побазарить А тебе в сторонке постоять Так, ну то же самое, да? Чего? Ответь То-то Я тебя с... Ты сам себе при... Ха-ха-ха-ха-ха Ханатик Во-во Давай, Антошка Сидел бы ниже травы бы Жирного стукнул Но про Афган пиздеть Где мой... Сёма Уш... Угу Ну, Ромочка, ну хватит! Ты уже все доказал! Дай нам уйти! Ты иди, иди. А мы пока мусор приберем. Хера ты, Майкта! Монат махаться мешает! Слышь? Ты от нас что-то скрыла? Ща поглядь. Опа! Практически то же самое, что и было в прошлый раз. Мол, или ты? Это не ма... Дикари! Таких конченых не видели. А знаешь что? Надевай. Зачем? Надевай, попрыгай. Давай! Или без... Не надену. Сема! Только учти, Сема, если он скакать не станет. Этот ч... Да поглядя на него! Этот дурик тебе... Ромка, давай толстый! Или сам у нас запрыгаешь. Вот. Это что? Надевай... Ну, да, надевать не будем. Так. Знаешь что, Синёк? Иди нахуй. Ты... Ты... Правда, ничего не видишь? А слышишь, хорошо? А? Слышишь ты, хорошо, Антошка? Да. Ну так слушай внимательно. Антон! Это тебе аванс. Я еще раз увижу тебя с Полинкой. Хотя бы в метре от нее пеняй на себя. Ты понял? Да. Чисто, чтобы закрепить. Мы домой тебя проводим, небосина. Мало ли, какие психи в поле сушастые. Атоша, пускай отдохнет. Полина! Полина! Продолжение следует... Че? А вот и он! Привет, Соня! Весь в отца! Садись, садись! В ногах правды нет! А завтрак – самое важное для здорового человека! Заспанный какой! Какой есть! Наш, родной! В детдом сдавать поздно! Ой, я голодная, страшно! А мы, думаешь, просто так тут слюной капаем? Братик, ты так кушать будешь? Как? Сними маску, сынок! Есть же неудобно! Какую маску? Снимай, снимай, заяц! Вы о чем? Ух, насмешал ты нас! Ну, молодец! А теперь маску сними, будь добр! Но на мне нет маски! Пока не снимешь, не начни! Но я не могу уже терпеть! Сними маску, не валяй дурака! Мам! Тоша меня пугает! Что ты наделал? Твоя сестра плачет! Но... Сын называется! Мы веселились, а тут ты пришел! Испортил все! Снимай! Си! О-хо. Кушать подано! О-хо. 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 Антон! Практически. Антон! Разница только в этом. Здесь! Я так и понял, что разница только, наверное, на этом будет. Антон! Вот ты где! Это вообще ко... Язык проглотил? Я встретил твою одноклассницу на дороге. Так, мать узнает так... Чтобы дома ни слова ясно, ни единого намёка... Да, пап. М-да. В принципе. Так... Тебя били? Подрался. Из-за чего? Из-за девушки. Мама бы сейчас меня не одобрила, но вот что, сынок. Драться за девушку – это правильно. Да, нужно решать конфликт словами, но иногда... Иногда слова не помогают. Музыка. 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 Играет музыка. Так, я не... Да в шкур... Весь в теле. Ну ничего. А я лису! Правда, правда! Такая пуш... Она у забора стояла. Она меня... Не подходи! Ты чего? Не подходи, слышь! Сейчас я, ребят, приду. Тут уже практически мы заканчиваем на вебу. Так, я, ребят, приду. 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 Так, свернулись, ребят, приду. Ну, лиса ведь... Это ж была не настоящая лиса. Расскажи им, Оль. Она на двух ногах ходила. Только она была в заправке. Видишь? Еще раз увидишь ее. Так, с... Так, с... Так... эй новенький это все у папы тут новый у нас я не правда а этот ли прекрати и будь ходит ясно может снимать если в его портфеле хорошо покопать да-да-да замолчи заткни как же так антон неужели действительно полина послух как же как же не свести это ничтожество даже пустой опреснуть бросить думает слабо убери от нее свою но практически то же самое что в прошлый раз он животное чужак но сейчас будет концовка Так. Сказник только будь, пожалуйста! Ну да. Те же очки и всё. Вы почему сажать не болеешь? А ну-ка, завтра. Так. Ну да, то, что второй пропал. Так же. Угу. Вот тебе и зайчик. Короче... Какой вердикт я хочу сказать, ребят. Первый эпизод, который был в демке, он был крутой, но короткий. Двадцать минут, по-моему, проходилась демка, а всё было связано в доме. Вот. Второй эпизод был уже поинтересней. То есть, мы видели, короче, разные моменты. Но я не думал, что когда мы выберем Полину, что Полина девушка вот этого Ромы. Когда мы выбрали Алису, мы оказались в лесу и познакомились с этими зверями. Папа нас подобрал. Вообще, мне интересна ветка Алисы, потому что ветка Полины не особо мне зашла. Прикольно, да, там типа он там... А друг дружке они понравились, всё такое, но... Мне интересует Алиса, интрига, кто такая Алиса в маске лисы и что скрывается за маской лисы Алисы. Я думаю, что мой выбор пойдёт на Алисе в следующий раз, потому что Алиса мне как персонаж очень интригует, нравится. Вот. Сейчас я посмотрю. Ага, нормально. В общем, спасибо, что смотрели. Я думал, что будет тут три эпизода, но... Короче, получается, что версия игры меня обманула. И оказалось, что не три эпизода, как описывалось в версии, а оказывается два. Ну, вот, судя по прохождению сейчас. Но всё равно, главное, что я получил удовольствие, мне понравилось. Необычная такая русская новелла, там, зайчик. Такая прикольная, необычная, интересная. Вот. Но... Не знаю, всем советую дождаться, наверное, полной версии, поиграть самому. Ну, как говорится, в раннем доступе, в ранней версии я решил второй эпизод опробовать. Не знаю, когда... Короче, выложить третий эпизод, чтобы поиграть в новую версию зайчика. Ну, то, что я, в принципе, вижу перед собой. Это круто. Мне понравилось. Ставьте лайки. Также приглашайте друзей, мы будем пробовать проходить интересные игры, в принципе. Не забывайте оповещения, чтобы не пропускать что-то интересное. Вот, не болейте, всем теплых вечеров, пейте чайочек, смотрите лучшее, играйте в лучшее, будьте лучшими. Вот, как-то вот рифмой получилось, лучшими. А всем до скорых встреч, с вами был Казоку Фэмили, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok